Частица Ангела. Физики оказались на грани материи и антиматерии. Частица Ангела. Физики оказались на грани материи и антиматерии. Восемь часов ровно знак авторского права иллюстрации РИА Новости. Алина Полянина. Deposit photos. Майораны. Знак авторского права иллюстрации РИА Новости. Алина Полянина. Deposit photos. Москва, 23 декабря РИА Новости, Татьяна Печубина. Ученые экспериментально доказали, что фермионы Майораны, предсказанные 80 лет назад, существуют в виде квазичастиц в твердых телах. Эти загадочные состояния материи рассматривают как перспективные объекты для квантовых вычислений. Однако наблюдать их можно только в очень необычных условиях. Загадка электрона в 1937 году талантливый физик Этори Майорана, анализируя уравнение Дирака для движущегося электрона, вычислил, что он может существовать не только как частица или античастица, но и сочетать оба этих состояния одновременно. Майорана исчез при загадочных обстоятельствах совсем молодым, ему было 33 года. Однако предсказанная им экзотическая ипостась электрона прочно обосновалась в квантовой физике. Позже ее назвали фермионом Майораны, поскольку электрон, как и другой кирпичик мироздания Кварк, принадлежит к этому типу частиц. В отличие от бозонов, они обладают полуционом с пином величиной, которая описывает различные свойства вращения тела. Фермион Майораны, по сути, половинка обычной частицы. Они возникают только парами. Если в каком-то месте появился один, то где-то поблизости, а может быть, бесконечно далеко, находится второй. Если сделать что-то с одним, это повлияет и на его пару, объясняет РИА Новости Александр Рахманов, физик-теоретик, заведующий лабораторией кафедры электродинамики сложных систем и нанофотоники МФТИ. 25 октября, 8 часов ровно физики рассказали, где ожидают революционный прорыв боги и ангелы. Долгое время фермион Майораны изучали теоретически и пытались найти с помощью ускорителей нейтринных детекторов. Хотя в его существовании никто не сомневался, но реально наблюдать в эксперименте частицы не удавалось. Уже в наше время появилась идея, что майорановские фермионы могут существовать в твердых телах, при соблюдении определенных условий. Только это будут не настоящие элементарные частицы, а квазичастицы, то есть некие групповые состояния, в данном случае электронов, которые, взаимодействуя с кристаллической решеткой, как бы забывают, что они отрицательно заряжены, и начинают вести себя и как частица, и как античастица одновременно. Воплотить идею практически удалось в 2012 году группе под руководством Леока Винханина в Делфском техническом университете, Нидерланды. Ученые синтезировали нанопроволочку из антимониды Индия, покрыли ее сверхпроводящим слоем и охладили до температуры, близкой к абсолютному нулю. Затем направляли в нее один за другим электроны и замеряли электрический ток. Если наблюдался пик, значит частицы натыкались на фермион-майораны, родившиеся внутри нанопроволочки. Один из авторов открытия Сергей Фролов сравнил фермион-майораны с частицей, существующей на границе материи и антиматерии, словно на поверхности зеркала. Позже по аналогии с базаном Хиггса, названным частицей Бога, майорановскому фермиону дали имя частица Ангела. Поводом послужила книга американского писателя Дэна Брауна «Ангелы и демоны», где описана бомба из антивещества, которая при соединении с обычной материей вызывает аннигиляцию. Знак авторского права. Чудялфт. По обнаружению фермионов-майораны в покрытой сверхпроводником нанопроволочке. Знак авторского права. Чудялфт. Эксперимент по обнаружению фермионов-майораны в покрытой сверхпроводником нанопроволочке в вихре тока в 2014 году группа Али из Дании из Принстонского университета, США, придумала другую конструкцию для наблюдения за ангельскими частицами. Они уложили цепочку атомов железа поверх слоя сверхпроводника изолова и создали такие условия, что электроны образовали пары со своими античастицами, в данном случае дырками, а на концах цепочки остались частицы без пары майорановские фермионы. Год назад экзотическую частицу обнаружили в сверхпроводящем островке, помещенном поверх топологического изолятора. Это достижение принадлежит также физикам из США, Стэнфордский университет. Топологический изолятор способен проводить электрический ток по краям, в объеме он остается диэлектриком. Этим удивительным свойством обладают совсем немногие химические соединения с сильным спиноорбитальным взаимодействием. Физики предсказывали, что если на поверхность топологического изолятора поместить слой сверхпроводника и сильно охладить, то на их границе возникнет возмущение тока в виде вихря, а внутри него родится фермион майораны. В одной из своих работ Александр Рахманов рассчитал, что если одна квазичастица рождается внутри вихря в центре сверхпроводящего островка, то вторая неизбежно появляется где-то на краю. Какое-то время эти две половинки фермиона живут независимой жизнью. Рано или поздно они, конечно, встретятся и аннигилируют. Но их отдельное существование достаточно продолжительно, чтобы успеть пронаблюдать, рассказывает физик. Знак авторского права иллюстрации РИА Новости. Алина Полинина фермион майораны на островке сверхпроводимости. Знак авторского права иллюстрации РИА Новости. Алина Полянина фермион майораны на островке сверхпроводимости. Квантовый компьютер на пороге революции фермионы майораны интересны с академической точки зрения, но не только. Их пару можно использовать в квантовых вычислениях как аналог кубита. В существующих устройствах время жизни квантовых состояний очень мало, они нестабильны и быстро разрушаются из-за влияния внешней среды. Это называется декагеренцией. Когда у нас сразу два фермиона майораны, время декагеренцией увеличивается примерно на три порядка, и есть надежда успеть сделать с ними квантовые операции до того, как квазичастица потеряет свое состояние, поясняет Александр Рахманов. По его словам, изучение майорановских фермионов – одна из самых горячих тем современной физики. 26 сентября, 10 часов 54 минуты российские ученые приступили к работам по созданию квантового компьютера.